Всем привет! Вы на канале Е2Бай, меня зовут Владимир, и сегодня у нас на обзоре очень большой игровой ноутбук Asus ROG Strix Scar 18, он же G18, он же G800 34, 2024 года выпуска, да, берешь в руку, чувствуешь тяжесть, таким кирпичом можно и в подворотне съездить хулигану. Итого, имеем предтоповую конфигурацию в 2024 году, посмотрим, что изменилось, сделала ли компания Asus работу над ошибками, улучшили ли они систему охлаждения или, наоборот, может быть, они что-то ухудшили. Кстати, пишите в комментариях, насколько сильно изменились ноутбуки Asus серии ROG Strix Scar 18 в 2024 году или ничего вообще не поменялось. Фанаты Asus сразу могут написать 10 причин, почему стоит рассмотреть этот ноутбук в покупке. На текущий момент только один процессор доступен, это 14900HX, 8 производительных ядер, 16 энергоэффективных ядер, суммарно 32 потока, мощь удивительная. Asus у себя на официальном сайте пишет, что TDP процессора 65 Вт, но по факту процессор может работать в полной нагрузке в режимах Вт до 135, будет работать точно, это уже подробнее в тестах. Видеокарта в нашем случае RTX 4080, 12 ГБ видеопамяти BDDR6, 175 Вт, но это 150 Вт на видеокарту, плюс 25 Вт в режиме Dynamic Boost. Поэтому 175 Вт на видеокарту данный ноутбук может выделить, как покажут тесты, не перематывайте, смотрите внимательно. В тестах, да, видеокарточка, да, показывает 175 Вт. Также устанавливается вот самую жирную версию видеокарточки RTX 4090, мощность нам точно такая же, единственное отличие, объем видеопамяти будет 16 ГБ, графический чип, понятно, RTX 4090, он будет быстрее, но нужна ли вам 4090 в ноутбуке, тут еще стоит подумать. Как по мне, с такой системой охлаждения, 4090 это лишний элемент в конструкции, да и 4080 достаточно жарко, в переборке покажу где, почему и на сколько. Оперативная память, здесь все просто на текущий момент, версии только с 32 ГБ оперативной памяти из коробки, версии 16 ГБ нету, версии с 64 ГБ памяти еще нету, но может быть. Оперативная память 5600, процессор топовый, память 5600 поддерживает, поэтому без проблем, апгрейд до 64 ГБ, возможно, все можно, не вопрос, нужно, пишите апгрейдным сразу, будет сразу ноутбук максимальной комплектации. Далее, SSD накопитель, в нашем случае 1 ТБ, PCI-Express 4 и Gen 4, скорости SSD-шки увидим в тестах, кто стоит, увидим в переборке. Ноутбук поддерживает RAID 0, можно собрать RAID из двух SSD-шек, из коробки или с завода максимально может быть 2 SSD по 2 ТБ. А почему так может быть? Опять же, увидим в переборке. Так, корпус, крышка, металл, днище, пластик, позволяет выделяться на фоне окружающих. Внутри у ноутбука тоже пластик, открывается ноутбук на 180 градусов, ага, на 180 градусов он не открывается, открывается на 135 градусов. Маркетологи компании ASUS считают, что у ноутбука сногсшибательный внешний вид, дизайн классический в стиле ASUS ROG, он же Republic of Gamers. Выделяемся, из толпы светимся всеми цветами радуги, полная RGB, по заверениям многих, увеличивает FPS. Странно, что компания ASUS в 2024 году не попыталась сделать ноутбук полностью металлическим, хотя многие тут ругаются, что Lenovo стал более пластиковым, но ASUS тоже даже не думает в сторону сделать топовый игровой ноутбук металлическим. Тоже пластик, тоже удешевление, все как обычно. По корпусу неровное днище, это меня в ноутбуках ASUS напрягает. Ноутбук, в принципе, открывается одним пальцем, петли достаточно тугие. Так, попробуем пошатать экран. Экран шатается, петли, как обычно у ноутбуков компании ASUS, выглядят как выглядит у ноутбуков компании ASUS. Тут ничего странного. Как по мне, конструкция не сильно надежная, но, в принципе, должна работать. Что мне не нравится по корпусу? То, что корпус реально марки. ASUS пишет у себя в рекламных материалах, что какое-то инновационное олеофобное покрытие не оставляет отпечатков, более серое. По сравнению с остальными. Вот, честно, не помню модели 21-го года, так они с 22-го года поменяли покрытие. Но там, по-моему, было то же самое. То же самое ноутбук марки. Оставляет кучу следов, кучу отпечатков пальцев, поэтому протирать вы его реально запаритесь. Клавиатура у нас полноразмерная. Игровая, киберспортивного класса, как заверяет компания ASUS. Ход клавиш 2 мм. Как по мне, печатать не самое удобное. Стрелочки не вынесены отдельно, цифровой блок присутствует. Ну да, это 18 дюймов, 16 дюймов цифрового блока у вас не будет. Есть функциональная клавиша, программируемая. Клавиатура от 2023 года не отличается ничем, как обычно в G18. Подсветка настраивается для каждой клавиши отдельно. Тут полную вы можете дискотеку себе устроить. Как хотите, так и настраивайте. Тачпад тоже присутствует. Как ни странно, у геймерского ноутбука, по мнению маркетологов компании ASUS, должен быть большим. Не только размер, но и большим еще должен быть тачпад. Тачпад, да, есть тачпад. Большой тачпад, стеклянный. В принципе, пользоваться им можно. Даже жесты поддерживает. Кому это нужно, кому не нужно, пишите в комментариях. Есть у меня один вопрос. Зачем в игровом ноутбуке большой тачпад? Но если ноутбук игровой, тачпад может сделать поменьше. Если тачпад вызывает у вас сильное раздражение, FM Plus F10, отключаем тачпад и больше он вас не беспокоит в играх. За коммуникацию с внешним миром у ноутбука отвечает кто? Сетевое подключение. Wi-Fi стандартный 6-6E. В нашем случае, скорее всего, будет стоять Intel AX211 NGW. И плюс в ноутбуке установлена сеть 2,5 гигабита. Поэтому на игровой процесс негативно влиять медленная сетевая карточка у вас не должна. Также производитель обещает нам длительную автономность. Батарея в ноутбуке 90 Вт-часов. Какого размера, посмотрим в переборке, как обычно. 90 Вт-часов. Насколько он длительный, насколько он автономный, это вопрос. Блок питания 330 Вт. На него посмотрим чуть-чуть позже во время взвешивания. Ну, от батареи работает уже хорошо. Так, к сожалению, сканера отпечатков пальцев у нас нет ни в тачпаде, ни в кнопке включения. Поэтому безопасность у ноутбука так себе. И даже шторку выключения веб-камеры нет. Поэтому, фанаты компании Isus, запасайтесь. Синий изолент. Заклеивайте. Справа от веб-камеры есть датчик включения. Если какое-то приложение использует камеру, у вас загорится белый светодиод. Справа-слева есть два отверстия под микрофон. И датчик включения камеры, то, что приложение ее использует. Можно поставить пароль на BIOS. Есть встроенный TPM-модуль. Ну и, в принципе, все. А, производители пишут, что есть еще антивирус McAfee. Бесплатно на 30 дней. Но если вы его поставите, запаритесь потом его изводить. То, что веб-камера появилась, это и хорошо, и плохо. Плохо то, что она 720p. Хорошо то, что за дополнительный элемент конструкции, в котором расположена веб-камера, ноутбук удобно открывать одним пальцем. Так, посмотрим. Режим Turbo, с Power Supply Test, ноутбук в полной нагрузке. Посмотрим, что может камера. Так, меня видно, как слышно. Так, попробуем отъехать от нее. Так, камера 720p. Это какой-то позор на большом экране. Выглядит крайне отвратительно. Попробовать поубегать от ноутбука. Вроде картинка показывает. Попробуем попечатать. Посмотрим, как работает интеллектуальная система шумоподавления. Нужно ли ее включать или нет в родном со всеатой ИСУС. Я подозреваю, что нужно. Я, скорее всего, это не сделал. Интересно, работает ли она автоматически. Поэтому напишите, как меня видно, как слышно. Как работает система шумоподавления. В принципе, с камерой все. 720p в 2024 году. Это как-то мало. Хотя бы уже Full HD поставьте. Вот умудряются же производители смартфонов свои небольшие устройства ставить большие камеры с целой кучей мегапикселей. И с хорошим разрешением. А почему в ноутбук не поставить? Поэтому хотите хорошее качество картинки, чтобы вас увидели и точно узнали. Покупайте нормальную внешнюю вебку. И не мучайтесь. Производитель заявляет, что звук в ноутбуке студийного качества. Да, в принципе, так и есть. За звук реально можно похвалить. Из четырех физических динамиков компания ИСУС умудрилась устроить виртуальный пространственный звук по формуле 5.1.2, типа как в модных кинотеатрах. Звучит ноутбук, да, действительно достойно. В принципе, позволит послушать музыку, посмотреть фильмы, прямо используя динамики ноутбука, не прибегая к помощи дорогой хорошей акустической системы. Но, конечно же, лучше на дорогой хорошей акустической системе. Где купить? Естественно, в Е2БАЙ. Пишите менеджерам, они подскажут, где купить хорошую акустическую систему. В том числе, притащим из-за рубежа. Без проблем. В игровом монстре от компании ИСУС установлен 18-дюймовый экран. Экран, да, большой, да, здоровый. Соотношение сторон 16 к 10. Разрешение 2,5К. Экраны точно такие же, как были в 2023 году. Никаких обновлений здесь не было. И почему не было? Странно, могли бы уже поставить более новый, более современный экран. В Zephyr уже поставили новый экран. А сюда? Нет. Время отклика 3 мс. Частота обновления 240 Гц. В принципе, экраны неплохие. Но найти на сайте ИСУС, каким экраном будет конкретно ваш ноутбук, в спецификациях, это просто без шансов. Продавцы это тоже самое не знают, поэтому это большая китайская лотерея. Пока ноутбук к вам не приедет, вы его не откроете. Нормальную спецификацию вы, скорее всего, не найдете. Но, в случае с G18 ноутбуками и G16, в самой жирной версии ИСУС ROG Strix Car, накосячить с экраном, у вас не получится оба экрана. Да, хорошая, да, нормальная. А теперь смертельный номер лучше самостоятельно не повторяйте. Будем рассматривать порты и расширения, поэтому поставим ноутбук на подставку. Посмотрим, как оно уверенно стоит на подставке. Подставка скелетного типа и классическое стояние и не стояние ноутбука от компании ИСУС на данной подставке. Здесь, короче, номер, чтобы его поставить. Поставить, скорее всего. Вот так получится, оно будет нестабильно. Справа у ноутбука присутствует только два USB Type-A, это USB 3.2, вторая генерация. Больше с правой стороны у ноутбука нет ничего. Переходим на левую сторону, там у нас разъемов будет побольше. Переходим, сказал, на левую сторону. Ох, нелегкая эта работа. Переворачивать ноутбук ИСУС на скелетные подставки. Сверху вниз. Первое. Проприетарный разъем питания, все по классике. Далее. Разъем сеть RJ45, 2,5 гигабита, Ethernet, поэтому лагов при сетевых баталиях, стрелялках или в других киберспортивных дисциплинах у вас, по большому счету, не будет. Далее. HDMI версии 2.1. Далее. USB 3.2 второй генерации Type-C. Он же Thunderbolt 4, он же DisplayPort. Есть, есть. Хорошо. Можно подключить дополнительный дисплей. Далее. USB 3.2 второй генерации, тоже Type-C. Функция DisplayPort и поддержка Power Delivery, то есть через него еще можно и заряжаться. Далее. Комбинированный разъем, микрофон и наушники. Осталось совсем немного. И самое интересное, то, что вы любите. Осталось взвешивание. И переходим к разбору нового левука, переборке и замене термоинтерфейсом. Взвесим, сколько килограмм портативной мощи придется носить с собой. Вес ноутбука без адаптера питания и кабеля 3 килограмма 56 грамм. Добавим адаптер питания. Вес ноутбука с адаптером питания 3 килограмма 859 грамм. Итого, адаптер питания весит 800 грамм. Тоже неплохой себе кирпич. Если уверенно метнуть, можно совершить акт убийства. Добавляем кабель питания комплектный. Итого, 4 килограмма 25 грамм придется носить с собой. К одному из минусов ноутбука можно отнести его проприетарный кабель питания и особенно место его подключения. В этом положении у нас перекрыта часть портов. В таком положении, допустим, вы скорее всего сломаете разъем или сломаете кабель. В таком положении кабель сильно будет перегреваться. Поэтому пишите в комментариях, владельцы таких ноутбуков, в каком положении вы используете подключенный кабель питания проприетарно. Наглядно видим работу технологии CoolZone. Ваша клавиатура, в принципе, и пальцы перегреваться не будут. Клавиатура вся синяя, а значит температура там низкая. Игровая кнопочка WASD 27 градусов максимум ловит. Клавиатура целиком. И греется у нас только верхняя часть ноутбука, где расположен большой массивный радиатор. А вот Power Supply в тесте всего пару минут. Но ноутбук уже нагрелся до 54 градусов. Так, где у нас самая горячая точка? Так, 54 градуса. 56 градусов. Ну, как-то вот так вот греется наш игровой монстр от компании Asus. 18 дюймов. Новая система охлаждения. Почему не поставили испарительную камеру? Это большой вопрос. Но, как минимум, пальцем будет прохладно. Но, если убрать пальцы и промахнуться по функциональным клавишам, можно будет вполне себе и обжечься. Температура разъема, если повернуть его и перекрыть радиатор. 51, 54 градуса. 46, 48, 50. Не, это не самый лучший режим работы ноутбука и не самые лучшие температурные режимы для подключенного кабеля. Можно, конечно, перевернуть. Перевернули. И лишились целой кучи разъемов. Сейчас кабель охладится, но выдув горячего воздуха в 50 градусов кабелю ничего хорошего не сделает. С внешним видом закончили. Переходим к самому интересному, к тому, что вы любите. Разборка. Разбирается ноутбук просто. Все откручивается к крестовой отверточке. И как раз заодно отвечу вам в разборе, почему я так не люблю Asus, почему я к ним отношусь негативно. Как говорится, продукция от Asus утонуть не может. Но лучше не проверяйте. Или, если это более мягко, то, что мертвой из коробки умереть не может само. Да, может быть, год он прослужит. По мнению некоторых руководителей сервисных центров, данная система охлаждения это просто какой-то позор. Сейчас снимем крышку, поднимем систему охлаждения. Посмотрим внутри. Тут все будет интересно. Поддон детекстинг снимаем днища. И теперь будет самое интересное, почему я так предвзято, по мнению многих в комментариях, отношусь к продукции Asus. Днища новая, не бито, не крашено, не заливалась. Следов модернизаторов еще не присутствует. Ремонтировавших тоже. За что сразу можно похвалить компанию Asus. Да, вот это можно похвалить. Это пылевые фильтры. Раз, два, три. Пылевые фильтры есть? Есть. Это хорошо? Да, это хорошо. Будет собирать пыль и предотвращать попаданию крупной пыли и крупнофракционного щебня или мелкофракционного щебня внутри ноутбука. Первое, что мы будем начинать с открытия ноутбука, это отсоединить батарею. Но мы пока отсоединить батарейку не будем. Мы пока что посмотрим на температуры по системе охлаждения в тепловизор. Это интересно. Традиционные щели. Все как обычно. Щель. Толщина щели 2 мм. Щель номер 2. Щель номер 3. И номер 4. Здесь все по классике. Классический Asus. Тепловых трубок в ноутбуке 7, по-моему, если не ошибаюсь. Одна тепловая трубка четко для процессора на отдельный радиатор. Одна общая тепловая трубка и для процессора, и для видеокарты. Еще одна общая и для процессора, и для видеокарточки. Здесь видим вмятины. Одна тепловая трубка для охлаждения видеопамяти. Хорошо. Отдельная тепловая трубка на отдельный радиатор для охлаждения видеокарты. Плюс охлаждение для охлаждения VRM видеопамяти. Здесь у нас видеопамять и VRM. Но знатоки могут меня поправить. Для чего вот это вот? Здесь, опять же, тоже очень интересная переходная пластинка, кое-как она накрыта, по прижимам посмотрим. И одна тепловая трубочка для зоны, дополнительно одна тепловая трубка для зоны VRM-процессора и видеокарты. Здесь 65 Вт в режиме полной нагрузки, здесь 175 Вт. Внимание, вопрос, как это может работать? Лично я не верю в то, что вот эта вот система может отвести 230 или 240 Вт. Ноутбук очень хочет заехать прямо в сервисный центр, чтобы там его обслужили. Плюс у ноутбука есть чудесный жидкий металл, который в 15 раз эффективнее, чем другие термоинтерфейсы, которые используют ASUS. Но если вы используете зубную пасту, то да, раз в 15 будет эффективнее. И еще одна дополнительная тепловая трубка для дополнительного радиатора сзади, в которого должен дуть вентилятор с кодовым именем Юрий, который будет дуть. И другой тепловых трубок. Раз, два, три. Три общих. Четыре, пять, шесть, семь. 7 тепловых трубок. Тепловых трубок много, так что живите с этим. А теперь думайте, нужен вам ноутбук ASUS или нет. В принципе, если вы готовы к подключениям и посещению сервисного центра в течение года, либо гарантии на ноутбук, то можете покупать. Как по мне, зона VRM относит этот ноутбук к потенциальным трупам. Пост-Power Supply Test уже крутимся минутки две-три. Заодно сразу видно, как работает система охлаждения ваших пальчиков под кнопками WASD. Видно в камере, что здесь есть отверстия технологические, которые предназначены для того, чтобы вам кто-то задувал холодный воздух. Или засасывать, наоборот, холодный воздух. Что-то он через клавиатуру засасывать будет. Но это не самое интересное. Так, самое интересное, что у нас греется, что почем. Так, начнем с самой горячей точки. Это в районе VRM-процессора и видеокарточки. Да, окей, днище снято. Да, может быть, система отрабатывает не максимально эффективно. Но 85 градусов мы уже видим со скинутым днищем. Ох ты, 89 градусов, да? Расскажется, 90 градусов. Ага, это у нас в районе VRM-видеокарты. Да, смотрим дальше. По радиатору VRM-процессора 71 градус. Пока что у криминального ничего нет. Ну, как? То, чего нет у криминального, уже потекло силиконовым маслом. Перемещаемся в сторону VRM-видеокарты. Самой видеокарты. 88, 87. Жарко. О, 85 по радиатору VRM. Да, 81, 82, 79. Угу, красота. Что касается вентилятора Юрия и его эффективности. Юра дует отсюда, забирает воду через пулевого фильтра и продувает на основной системе охлаждения. Да, вроде бы, да, вот здесь поток есть. Пальцем чувствуется, здесь поток. Так, здесь еще есть поток. Здесь есть поток. Да, в принципе, он продувает. Но как и насколько это эффективно будет работать, это большой вопрос. Так, изначально можно подумать, что придется поднимать третий вентилятор. Точнее, придется поднять Юрия, чтобы он перестал дуть. И чтобы отключить аккумуляторную батарею. Но нет, аккумуляторная батарея отключается сверху. Поэтому ничего сложного здесь нет. Батарея. Странно, небольшого размера, но при этом написано, что 90 Вт-часов. Емкость 5800 мАч, типичная. Измеренная 5630 мАч. Дальше инструкция. Где сделано, кем сделано, как сделано. Можно посмотреть, но можно не запоминать. В принципе, компания Asus могла поставить батарею более крупную. Хотя бы 99,9 Вт-часов, чтобы пускали в самолет. Но, как есть, так есть. Как поставили, так поставили. Живите с этим. Далее, два динамика. Здесь мы видим. Динамики Asus неплохие. Звук хороший, на удивление, качественный. За звук, да, тоже можно похвалить. Здесь у нас SSD. Аккуратненько. Накладочка. Изолятор. В SSD2 разъем влезет только односторонний SSD. Почему? Потому что под ним находится Wi-Fi. Wi-Fi кто у нас? Intel AX211 NGW. Классический, хороший Wi-Fi, без вопросов. Далее. Второй SSD накопитель. Второй SSD накопитель. Кто у нас? SK Hynix. Маркировку можно подснять. Характеристики посмотрим. Можно ли поставить двухсторонний SSD накопитель. Заодно сейчас глянем. И, как обычно для всех ноутбуков Asus, радиаторов не присутствует. Достаем. Так, в SSD1 двухсторонний SSD накопитель станет. В принципе, мешать ничего не будет. Но под SSD присутствуют силовые элементы. Поэтому, насколько и хорошо будет, это большой вопрос. Радиатора на SSD не присутствует. SSD у нас SK Hynix. Порт номер. Вот он. Он же на экране. Озвучивать смысла никакого не вижу. Характеристики посмотрим в тестах. В принципе, SSD должна быть неплохой. Оперативная память у нас Samsung. Классический JD. Частота 5600. Модель и маркировку. Видите, сами посмотрим, как она ведет себя в тестах. В принципе, к памяти больших вопросов нет. Все стандартно. И при этом Asus не положил на нее никаких радиаторов и охлаждения. Так-то так. По динамикам. У нас должно быть цельных 4 динамика. Один уже попытался убежать. Два снизу. И два должно быть вот здесь. Ну, тут есть, как говорится. Ты видишь суслика? И я не вижу. А он есть. Кстати, Юрий, несмотря на свой размер, даже дует. Кто под ней находится? Под ней находится. Ох, как интересно. В 2023 году этого не было. Так, здесь у нас находится теплоизолятор. Есть. Хорошо. А под ним находится кто? Чипсет. Он же Хаб. А он же греется. Вот он. Он заклеен теплоизолятором. Почему не термопрокладка? Здесь же у нас металлический элемент. Металлический. Компания Asus решила охлаждать Хаб строго на текстолит и в слое металлизации материнской платы. Изолятор приклеен к Хабу. Сейчас попробую поднять все это действие. Красота. Ну что, господа, делаем ставки. Нужно охлаждать Хаб на радиатор третьего вентилятора или не нужно? Не радиатор, а на корпус третьего вентилятора. А мы это сделать можем. Поэтому здесь подумаем и решим коллегиально, что лучше делать. Компания Asus реализовала так, как она реализовала. Очень инновационный подход в 2023 году. Здесь был просто прямоконтактный контакт. А сейчас теплоизолятор. Хорошо это или плохо? Пишите в комментариях. С ним что не мешало Aresis. Две планочки SK Hynix 5600. Стандартный J-DEC. Все стандартно. Память сняли. Снимаются ли турбины отдельно? Если Lenovo в 2024 году использует большое количество термопрокладок, то компания Asus решила использовать большое количество теплоизоляторов. Хорошо это или плохо? Пишите в комментариях. А потом вопрос. А почему я не люблю Asus? А почему я к ним предвзято отношусь? Да потому что мне это разбирать приходится. А еще на это приходится давать гарантию. Так. Левая от меня турбина. Снимается. Крупненькая. Эть. Давай-давай. Дышим. Ты же можешь. Я же, наверное, сниму тебя. Раз. Опа. Так. Турбина снимается. Это плюс. Это хорошо. Ну так вот работает охлаждение ваших пальчиков на клавиатуре. Так. Одну турбину сняли. Поехали. Вторая турбина снимается ли отдельно. Легким движением руки. Вторая турбина или вентеатр легко извлекаются из ноутбука. Это плюс. Так. В компании Asus есть еще второй повод, за что вас можно похвалить. Это то, что турбины. Они же вентеатры снимаются отдельно от основной системы охлаждения. И можно в жидкий металл не лазить. Вот примерно вот так вот выглядит охлаждение клавиатуры под пальцами. Целая куча дополнительных технологических отверстий. Так. Ну что. Самое интересное. Поднимаем систему охлаждения. И что мне сразу не нравится. По системе охлаждения. Это классическая от компании Asus. Процессор на четыре точки. Видеокарта на три точки. И по одной дополнительной точке справа и слева. И здесь для системы охлаждения. И вот здесь. Ловкость рук и никакого мошенничества. Потому что в зоне VRM процессора была жарко. Пломба открылась вообще без усилий и без проблем. Вот же интересно, как удивятся инженеры компании Asus. Ноут заедки на обслуживание гарантийное. И там мне кажется жидкого металла. Куда он убежал? И как оказался термоэтерфейс фазового перехода P7M7950. Там будет очень для них странно. Но при том, что мы будем использовать P7M7950. Термоэтерфейс фазового перехода. Показатели по температуре процессора мы никак не ухудшим. Кстати, а почему не написали, что Varding Liquid Metal Inside? Ну ладно, не написали и не написали. А вдруг не положили? Первое. Чуть-чуть разжать каждый винтик. И откручивать в обратной последовательности. Смотрим на циферки. Здесь есть цифра. 1, 2, 3. Где там, говоришь? 4, 5, 6, 7. Последнее 7 откручиваем с семерки. Да, по количеству точек прижима я бы сказал, что хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, этим грешит и Lenovo, этим же грешит Asus. Здесь все по классике. И система охлаждения ловким движением руки снята. Так, о чудо, компания Asus. О май, Asus. А, у нас жидкий металл и там, и там. Хапунский магнитофон, а. О, как оно и есть, а. Шикардос. Просто замечательно. Жидкий металл справа, жидкий металл слева. Больше жидкого металла. Может быть в компании Asus фанаты Терминатора? Как ни странно. Как ни странно. Компания Asus. На удивление. На удивление. Полностью накрыта VRM процессора. Полностью. Целиком. Это крайне странно. Нифига не понятно, но очень интересно. Как так получилось, не ясно. Крайне отвратительно при этом накрыта VRM видеокарточки. Вот он. Накрыт отвратительно. Пишите в комментариях. А кто это сделал и почему? Так, начнем с жидкого металла на процессоре. Сразу видно, что жидкого металла чересчур много. Он уже пытался утечь. По контакту вроде бы был. Но знатоки пишите ваше мнение в комментариях. Хорошо, плохо компания Asus нанесла жидкий металл на процессор. И насколько качественно они втирали его в обе поверхности. Или так просто плюхнули, а бы было. И рассказали, что это очень классный материал. Очень дает хороший эффект. В тестах, после того, как мы уберем это безобразие, мы, конечно же, посмотрим, как поменялось. При этом жидкий металл отсюда мы уберем, поскольку мне очень не нравится поролоновая изоляция, которая, по сути, никак ничего не изолирует. И жидкий металл при большом желании может отсюда сбежать. Поэтому жидкий металл мы отсюда уберем начисто и перемажем на термоэнтерфейс фазового перехода. Хуже ноутбука от этого точно не будет. Смотрим на отпечаток видеокарты. Опять же видим, что жидкого металла нанесено излишнее количество. Жидкий металл. Контакт отвратительный. С этой стороны контакт есть. Здесь контакта нет. То же самое видно по системе охлаждения. Здесь контакт есть. Здесь контакт средний есть. По VRM процессора. На удивление, все очень даже хорошо. Контакт присутствует. Термопрокладки много. Элементы все накрыты. Здесь все хорошо. Но при этом, если ее перевернуть, что мы видим? Сама термопрокладка уже начала источать силикон. Почему? Потому что недостаточная площадь радиатора, с моей точки зрения. Если я не прав, пишите в комментариях. VRM видеокарточки. У нас RTX 4080. По мосфетам. По большому счету вопросов нет. Мосфеты накрыты. Здесь более или менее контакт есть. А вот по катушкам у нас все плохо. Катушки накрыты крайне отвратительно. Видим не накрытие процентов 70 площади охлаждаемого элемента. Поэтому компания Asus в этом месте сильно не постаралась. Отпечатки по чипам видеопамяти. Эти три. Все хорошо. Отпечаток есть. Рума интерфейса достаточно. Далее. Три чипа видеопамяти. Накрытие такое себе процентов 80-85. Далее. Самое интересное. VRM видеопамяти. Жидкая термопрокладка уже стала твердой. А ноутбук всего ничего. Около одного дня у нас только протестировался. Качество накрытия и количество термоинтерфейса вызывает вопросы. Также вызывает большие вопросы, как контактирует сама эта площадка. Здесь прямой воздушный контакт. Что-то как-то охлаждается. Здесь контакт есть, но тоже вот эта вот часть не накрыта. Вот именно поэтому мне не нравится, очень сильно не нравится охлаждение в ноутбуках компании Asus. Поэтому я на них ругаюсь. Вот так вот, по мнению компании Asus должно выглядеть охлаждение VRM видеопамяти. Тоненькая 1 мм площадочка, которая висит просто в воздухе, не тактируясь тепловой трубкой. Это у нас по мосфетам питание видеопамяти. По катушкам более или менее нормально, но тоже часть площадки висит в воздухе. Поэтому здесь жидкая термопрокладка фирменная Asus совершила фазовый переход в одну сторону, превращаясь в твердое состояние. Это безобразие мы уберем, перемажем, заменим термоинтерфейсы, посмотрим, что будет в результатах. О качестве системы охлаждения и ее реализации пишите в комментариях. Будет интересно, нравится вам такое, не нравится. Купили бы вы себе такой ноутбук, если бы вы это увидели до покупки. А если вы уже купили, то что вы с этим будете делать? И будете ли вы с этим что-то делать? Нет, ладно, хорошо, если у вас ноутбук на гарантии, окей. Год-два гарантии, хорошо, пропользовайтесь и отдали. А если ноутбук не на гарантии, то делать? Вот это вопрос. Кстати, сразу видно по системе охлаждения, что термопрокладка наносится заводским способом сразу и для версии 4090, и для версии 4080. Дополнительно для двух банков видеопамяти нанесена прокладка, но самой видеопамяти здесь нет. А, кстати, напишите при желании, можно ли распаять дополнительно два банка видеопамяти. Ну, это больше вопрос к ремонтникам типа Викона. Можно или нет? И что с таким объемом видеопамяти будет делать RTX 4080? Не хотите видеть у себя в ноутбуке такое безобразие? Несите ноутбук к нам. Для белорусов без проблем. Для России тоже самое, без проблем. Курьерская служба ездит, возит. Так с вашим ноутбуком никто заморачиваться не будет. Хотите приобрести новый ноутбук? Сразу понятно. Едба-бай. Опять же, кроме нас, переборку никто не делает. Из-за именно термоинтерфейса. При этом обеспечивая полную гарантию производителя. Вес системы охлаждения G18 2024 года. Так, это без радиаторов, но дадим Asus 4 с термоинтерфейсами. Их мы еще пока не убирали. 324 грамма. Добавим вентиляторы. Вес системы охлаждения с всеми вентиляторами 477 грамм. А вот мы и нашли искусствика. И это не глюк. Один динамик и еще один динамик, который ловко спрятан под системы охлаждения. Так, что их не видно. Поэтому долбить они будут прямо в верхнюю кружку ноутбука. Одно из самых интересных мест в ноутбуке компании Asus. Это способ реализации охлаждения зоны VRM-процессора. Вот это чудо-конструкция должна принять на себя температуру от VRM-видеокарты и VRM-процессора. На процессоре 55-65 Вт. Но у нас 14900 HX. И отдельно чисто в процессорной нагрузке он может обуститься гораздо больше. Поэтому здесь уже целая куча силикона потекло. И итогово вся эта система. Здесь 30-40 Вт приходит на охлаждение. Вот здесь маленькая точечка контакта. И вот здесь маленькая точечка контакта. Сейчас покручу систему охлаждения. Я думаю, будет видно. Так, главное, чтобы ЖМ не убежал. Так, здесь видим. Видим аппендикс контакта системы охлаждения. Вот он. Вот он, вот он. Закрывает. Так, если покрутить. Видно, что вот здесь вот заканчивается тепловая трубка. И вот здесь она заканчивается. Вот он весь контакт. со второй стороны контакт вроде бы чуть лучше приходит охлаждение самой пластинки она напаяна на основную тепловую трубку и вот здесь вот тоже видим маленький аппендикс и данная конструкция очень хорошо видна на слайдах компаний и с анимацией сделали но здесь маркетологи перехитили сами себя ну идем показывали когда не понимают что показывает он показывает что-то нужно поэтому показали то что есть и это лажа сразу бросается глаза подготовленному пользователю они подготовлены пользователи и так будет покупать самый большой косяк это теплотрубка ее контактной системы для VRM процессора и для VRM видеокарты плюс огромный косяк по VRM видеопамяти хорошо это или плохо пишите почему здесь нету испарительной камеры почему в 79-45 HX3D у вас есть испарительная камера в блокбуках на базе процессоров AMD об Intel в топах своих вы ее не поставили компания Asus экономия не должна быть настолько экономной мы заменили сером интерфейс и приведем вот богадельню в нормальный человеческий вид будет работать переходим к тестам AIDA64 Cache and Memory Benchmark результаты на экране отличий практически никаких нет да и откуда они могли тут взяться с памятью мы ничего сделать не можем но после переборки частота на процессоре выше AIDA64 тест стабильности системы что видим мощный процессор средняя почти 135 ватт при этом процессор греется слегка тротлит ну в системах охлаждения ноутбука 135 ватт рассеет тяжелой хорошие это или плохие результаты для ноутбучного 14900 HX пишите в комментариях некоторые 14900 могут гораздо меньше по факту имеем хороший процессор для мобильной или переносной рабочей станции которая вполне себе может подтягаться с 13700K в настольном ПК переходим к тесту SSD в нашем случае производитель установил SSD накопитель от компании SK Hynix PC801 по скорости плюс-минус то же самое что 980 Pro от Samsung проигрывает процентов 10 кингстону кейси 3000 и процентов 15 кингстону фьюри динни гейт поэтому по-хорошему компания ASUS на SSD могла бы не экономить и поставить более быструю SSD но как заводской SSD из коробки вполне себе неплохой результат далее понагружаем видеокарту тест Superposition разрешение 8к основная нагрузка на видеопамять что видим замечательное улучшение по температурам ноутбука версии после переборки уменьшили температуру на графическом чипе на 11 градусов hotspot 10,8 градуса также минус 7 градусов по видеопамяти определенный успех а значит компания ASUS использует не самая качественная термопрокладки при этом видеокарточка весело потребляет 180 ватт даже 180,8 вата показатели достойны с мощностью по видеокарте производитель даже ни разу не обманул но реализация системы охлаждения от компании ASUS оставляет желать лучшего с результатами после переборки не поспоришь при этом в тесте у нас есть еще датчик температуры по процессору видим также минус 7 градусов в версии после переборки втирать а точнее правильно наносить жидкий металл это вам компании ASUS а точнее вашим маркетологом не втирать маркетинговую дичь пользователям у себя на сайте о том какой ваш жидкий металл замечательный нет жидкий металл то замечательно но реализация подводит формарк он же гублик волосатый продолжаем учить видеокарту но теперь нагрузим по максимуму графический процессор напоминаю тем кто забыл у нас у нас RTX 4080 видим плюс-минус одинаковые температуры по видеокарте и по ее ход споту но при этом после переборки у нас уже отсутствует жидкий металл в системе а точнее он полностью аннигелирован термоинтерфейс фазового перехода прекрасно справляется с поставленной задачей ввиду неправильного нанесения жидкого металла компании и это несмотря на то что температуры на видеопамять и на процессоре после переборки лучше чем до Cinebench R23 посмотрим на конкурента настольного 13700K в мобильном исполнении по многопотоку получили улучшение на 0,3 процента до плюс-минус погрешность по однопотоку получили улучшение в районе одного процента производитель в нашем случае да очень сильно удивляет по большому счету имеем хорошую мобильную рабочую станцию но не забываем о том что компьютер обладает пониженной мобильностью хотя и ноутбук от компании asus rockstrix scar 18 2024 года тоже улучшенной мобильностью не отличается кирпич увесистый с адаптером питания почти 4 килограмма живите с этим но производительность вполне достойна c mark 10 до переборки 8624 балла после переборки 8783 балла улучшение уже больше погрешности плюс 2 процента улучшили результат после переборки а значит переборка имеет значение покупать ноутбуки где строго в едва бай только после замены термоинтерфейсов после чего ноутбуком прослужит долго и счастливо или как минимум покупателю ноутбука после вас на вторичке получит хороший неужаренный образец 3d марк таймспай добились хорошего результата выше среднего по больничке улучшение по видеокарте в районе статистической погрешности улучшение по процессору плюс два процента добавили 300 баллов а это очень неплохой результат во что можно поиграть на таком ноутбуке в наше тревожное время battlefield 5 2к 170 плюс fps с настройками ультра apix 140 fps gta 5 120 fps rdr 2 75 fps plus for tonight 90 плюс фпс отличный результат вполне себе игровая машина по сути rtx 4080 лаптоп это rtx 4070 в настольном компьютере пост power supply тест наблюдаем замечательной и даже можно сказать волшебные изменения после переборки температура по процессору минус 6 градусов по видеопамяти минус 6 градусов по видеокарте и ход спотом чуть чуть лучше результат после переборки потребление по процессору 55 ватт потребление по видеокарте 170 ватт по сути имеем типичный игровой режим типичную игровую нагрузку дальше в играх увидите плюс минус такие же показатели но температуры после переборки значительно лучше и это несмотря на то что жидкий металл сам по себе имеет гораздо лучшие технические характеристики а точнее теплопроводность чем термотрефейс фазового перехода 5 7 79 50 но неграмотная в нанесении а точнее втирание неопытным пользователям различной маркетинговой дичи от компании asus дает свои результаты поэтому переборка имеет значение переходим к играм rdr 2 разрешение 2к настройки ультра без улучшалок и мыло нативное производительность симулятор лошади но лошадь это не только средства передвижения а еще и вкусное мясо а точнее колбаска сервелат белорусского производства мое почтение что видим показатели fps после переборки немного лучше чем дом температуры после меньше на 3 градусов по процессору и на 5-7 градусов меньше по видеокарте и это без жидкого металла целом больше изменений нет смотрим результаты смотрим график снижаем разрешение до full hd а точнее разрешение 1920 на 1200 что видим до переборки показатель низкого fps 0 1 процент менее 51 и очень сильно отличается от этого же показателя после переборки а там 60 плюс плюс к тому же после переборки тому же ты к тому же после переборки тест игры прошел быстрее что говорит о том что улучшили производительность ноутбука также видим что чисто процессора после стабильно больше а температура как обычно ниже смотрим результаты по игровому бенчмарку и трафика двигаемся дальше паркрай 6 разрешение 2к настройки ультра без dlss и рейтрейсинга посмотрим что ноутбук предоставит любителям побродить по джунглям с различного вида огнестрельным оружием и простреливать бандитствующие элементы видим что показатели fps после переборки намного лучше чем до чего добились минимально 0 1 процент fps был 52 57 осталось 86 кадров тормозов явно будет меньше процессор потребляет более 60 ватт видеокарта почти 170 ватт при этом температуры после переборки значительно лучше улучшение есть смотрим на графики по игровому бичмарку и мониторингу ртсс снижаем настройки до 1920 на 1200 настройки ультра без улучшалок и лучиков видим похожую картину что и в 2к но у нас есть уже одно отличие fps почти киберспортивный 158 160 да отличный результат нужно же как-то по игровому ноутбуке оправдать наличие экрана в 240 герц фар край на full hd да можно хотите больше фпс снижаем настройки видим похожую картину что и в разрешении 2к только тут еще и средний fps улучшили после переборки также видно что видеокарте холоднее на 5-6 градусов процессору стало прохладнее на 1 2 градуса минимальный fps был 78 стал 91 и отличный результат смотрим результаты по внутриигровому бичмарку и мониторингу ртсс томбрайдер разрешение 2к настройки ультра без длсс и рейтрейсинга посмотрим насколько качественно термоинтерфейса от компании asus расхитили наши fps и сравнили результаты до после снова видим что низко 0,1 процента fps после переборки стал значительно больше это самый важный показатель из fps ведь чем он выше тем больше вам удастся увидеть и прочувствовать плавность игры а также исключить подлагивание и фризы различного вида температура по процессору после стало намного меньше чем дом показатель фреймрейта намного стабильнее улучшение определенно есть по потреблению видеокарты 170 ватт процессор 50 ватт до осведяемую мощностью компания asus нас не обманула но с эффективностью термоинтерфейсов как обычно продолжаем приключение по расхищению fps и снижаем настройки до 1920 на 1200 настройки ультра без улучшавок надо же как-то показать что экран умеет 240 герп смотрим что получилось а вот и то о чем я говорил вам ранее видим что низко 0,1 процента fps он же low просел до 12 версий до после переборка в игре бы это вывесел как большой фриз или жесточайшее торможение игры в отдельно взятом моменте что не особо приятно что после переборки все стало гораздо лучше и это несмотря на отсутствие сверх эффективного по мнению компании asus жидкого металла смотрим результаты и графики продолжим с самой прожорливой игрой а именно кибер глюка видим что показатели fps плюс-минус одинаковы как до так и после переборки однако температура после переборки ниже чем в версии до улучшение есть по сути rtx 4080 ноутбуке это тоже самое что rtx 4070 в компе кому не лень может посчитать стоимость компания rtx 4070 и сопоставим по производительности процессором давай туда экран добавить туда клавиатуру мышку камеру и посмотреть сколько получится стоимость при этом ноутбук будет не сильно дороже так что игровые ноутбуки даже за тысячи за четвертом году не право на существование посмотрели результаты включаем ray tracing или волшебные лучи от куртки до переборки ноутбуку было тяжело стабильно держать себя в консольных 30 плюс fps особенно показатели 0,1 процента а вот после переборки видим хороший стабильный результат без каких-либо спадов и просадок и это очень хорошо температура по процессору после стала ниже чем до смотрим на результаты и графики едем дальше включаем мыльцо от куртки режим качества и наслаждаемся лучиками со средними 60 кадрами хотите больше fps снижаем настройки сложно сравнить картинку рендеринга до и после с технологией dlss или fsr ведь она не максимально нагружает видеокарту данными настройками видим практически схожий результат до после переборки но температуры как везде после замены термоинтерфейсов лучше а частота 14900 hx после заметно выше чем до при равной нагруженности снижаем разрешение до full hd а точнее от 1920 на 1200 так отношение сторонного звука у нас 16 9 настройки ультра без dlss фср и ray tracing тут видим практически одинаковый результат по fps в случаях до после переборки однако температуры как и везде после переборки заметно ниже смотрим на результаты по интегровому мониторингу и на графике по мониторингу ртсс включили волшебные лучики без dlss и видим почти одинаковые результаты до после переборки с небольшими улучшениями после результаты видите сами видите улучшение есть есть незначительная да почему потому что процессор видеокарта по большей степени отдыхают и не загружены включаем мыльцом а точнее по научному dlss режим к качества и видим улучшение fps по низкому 1 процент до 63 плюс по минимальному 0 1 процент до 56 и наблюдаем улучшение картинки справа то есть версии ноутбука после переборки температуры видите сами показатели по игровому бенчмарку видите сами графики по мониторингу видите сами с играми закончили в принципе неплохой игровой ноутбук но качество системы охлаждения и как реализовано нанесение термоинтерфейсов ноутбука оставляет желать лучшего видно что после переборки ноутбуку стало значительно лучше хотите продлить жизнь своему ноутбуку или как минимум повысить цену и ценность на вторички обязательно перебирайте если вы видите что у вас летит гарантия то можете не перебирать и оттягивать неизбежное до конца но перебрать ноутбук стоит в любом случае сразу же после его приобретения чтобы не иметь бледного вида в случае наличия санкций и отвратительного сервисного обслуживания внутренне ноутбука видели переборку видели переходим к выводам для кого зачем почему что с ним делать с чем вы есть чем у не есть покупать или не покупать плюсы минусы ноутбука и вообще на что способен для чего кому и зачем такой ноутбук для кого это ноутбук по сути это большая достаточно крупная или даже очень большая рабочая станция процессор до отличный 14 900 и чикс процессор с ним все хорошо по сути имеем 13 700 кей в настольном компе по производительности практически не уступает 135 ватт среднем может до процессов без вопрос по видеокарте rtx 4080 в ноутбуке это быстрее чем 4070 в компьютере но чуть-чуть медленнее чем 4070 супер поэтому как для игр до ноутбук подойдет без вопроса и того что это получилось по сути это геймерский ноутбук до подойдет стримером геймером любые задачи до без проблем потянет отлично подойдет для решения любых рабочих задач рендеры не рендеры создание игр монтаж видео все что угодно данные ноутбуки да покупать можно но только после переборки компании почему версию ноутбуков на интеле вы не поставили испарительную камеру почему у вас версии scar 17 x3d получилась испарительная камера а вот scar 18 и scar 16 не получилось хорошая экономия хотя md-шный процессор вы при этом зарезали по тдп как так сложно было поставить не экономия на людях экономия на пользователях а сколько этих ноутбуков переживут первый год эксплуатации ладно первый год эксплуатации худо-бедно они еще как-нибудь переживут а второй третий год начнутся массовые вылеты выхода из строя поэтому вы хотя бы статистику по гарантийным случаям расскажите по g16 g18 2023 года год уже прошел но такую статистику к сожалению нам никто не расскажет двигаемся дальше плюсы минусы и то что нам обещал производить и то что он сделал следующие громогласное заявление компании asus с ноутбуками серии rog strix scar 16 на быть лучшим побеждая лучших так по поводу быть лучшим данный экземпляр стоит плюс-минус от 3 300 американских долларов конкурентов пишите в комментариях и какой ноутбук вы бы взяли себе если ваши задачи совпадают с задачами этого ноута задача я рассказал чуть раньше поэтому написали двигаемся дальше видео обзоров рекламных на этот ноутбук пока еще нет слава богу если хотите посмотреть какие продажные видео обзоры какие были точно засланы заходим в такой же ноутбук 2023 года там весь список проплаченных обзоров все написаны все авторы указаны все понятно иисус у все по-честному а почему нашего обзора там нету то есть обзоры которые собрали меньше просмотров а почему а потому что мы ругаем ноутбук иисус и поэтому наш обзор на ютубе на сайт иисуса не попал а то так компании ну как так можно ну что это такое когда просто честно рассказываешь все плохо все плохие ноутбук у нас заведомо бракован и мы в него влезли еще до вас да конечно а зато остальных обзорчиков ноутбуки все не бракованные отборные образцы так следующее заверение компании иисус на максимальных частотах нам показывают мощности сколько выделяется на процессор сколько выделяется на видеокарту процессор в играх видели 55 ватт стабильно в некоторых местах 75 в некоторых местах больше но опять же здесь зависит от игры видеокарточка до 175 ватт да есть такое да на видеокарту в играх является до 175 ватт все нормально все работает но сделать бы нормальную систему охлаждения строительной камерой цены бы ноутбуку не было даже несмотря на то что он весь пластиковый процессор видеокарту рассказывать нет смысла с процессором видеокарты все хорошо кроме системы охлаждения экран большой 18 дюймов на 10 здесь все хорошо на косячи с экранами нельзя слава богу старшая серия откровенно отвратительных экранов нету у нас младший экран 500 нит это rog не было есть еще rog не было hdr там мини лет подсветка там 1100 нит яркости там все красиво но время отклика 3 миллисекунды и частота 240 герц всего а почему не современная быстрая экраны как вы поставили дефирусы м16 либо про арт почему зажабили сюда или геймером и так сойдет ладно экран с экранами накосячишь экран в принципе нормальный можно взять для сравнения легион пятерку посреди на такой же экрану по леново в принципе по экранам все то же самое что вы выбираете леново что выбираете из экрана у вас будет плюс одинаковый разница будет просто в диагонали ну и в клавиатуре шестнашки вы потеряете цифровой блок на клави вот и все дальше самое интересное это то что нам рассказывали про систему охлаждения то что вы любите где ввода система охлаждения то три вентилятора круговая система охлаждения на 15 градусов ниже температура центрального графического процессора ниже чего компания из у нас градусов ниже десктопного 13 700 кей под башенным кулером ну скорее всего до 7 тепловых трубок да здесь вы точно не обманулих там реально 7 мы считали так кондукта над extreme жидкий металл все хорошо но его нужно грамотно наносить а не втирать дичь пользователю в уши маркетингом на сайте что он здесь все красиво воздушные потоки нарисованы в принципе так оно и работает так оно должно работать но то что должно заинтересовать прямо в маркетинговых материалах по компании из это вот система охлаждения система охлаждения в деталях сейчас на него посмотрим поближе здесь все красиво вентилятор вентилятор юрий даже дует здесь система охлаждения как и корпус можно похвалить за наличие пылевых фильтров если у вас реально срач пылище да вам это поможет если нет есть пылевой фильтр нет пылевого фильтра только забор воздуха ухудшает но тут решать каждому самостоятельно то что вентилятор снимается отдельно да это плюс то что есть эти вентиляторы в принципе тоже плюс но где где испарительная камера почему здесь нет специальной камеры но если вы не хотите конкурировать ноутбуками компании но ok не ставить и воспитательную камеру даже и говорит поставили специальную камеру а вы нет почему или ладно и так фан-база схавает фанаты компании напишите почему нет спирительной камеры смотрим внимание на манию здесь компания если допустила косяк прямо у себя в маркетинг-сериалах на сайте вот особенно внимательно смотрим на контакт труб которая снимает Тепло из зоны ВРМ, точнее, отводит тепло из зоны ВРМ. С правой стороны, с левой стороны. Косяк виден невооруженным глазом? Виден. Видите сами? Объяснять нужно? Полноразмерный радиатор. Да, он большой, полноразмерный, но... Насколько он эффективно работает, в принципе, он справляется. Но могло быть лучше. Про ваши жидкие фирменные голубенькие термопрокладки. Да. Наши почему-то оказались лучше. И лучше сильно. Суперпозиции не видели, в бублике видели. Разница по температуре видеопамяти. Огромное отличие. 10 градусов сбросить с видеопамяти? Как думаете? Сильно дольше прослушный ноутбук? Конечно, сильно дольше. Так, бесшумный режим охлаждения? Да. Если ноутбук не работает, то он и не шумит. Здесь все хорошо, присутствует режим. Пылевой фильтр уже говорил. То, что есть, хорошо, если у вас сильная грязь. Если у вас грязи нет, то пылевой фильтр только мешает воздушному потоку. Не было бы фильтров, был бы больше объем воздуха. Хотя система рассчитана на работу с пылевыми фильтрами. Клавиатура технологии Coolzone. Это да, есть, да. Пальчиком холодно. Здесь на клавиатуре везде холодно, все хорошо. Вот здесь на клавиатуре жарко. На клавиатуре жарко, даже в режиме работы от батареи. И то греется, греется. За что еще можно похвалить ноутбуки компании Asus? ROG XCAR 1816. Это за звук. Звук действительно классный. Для ноутбука звук, мое почтение. Можно брать. Но брать ноутбук только за звук не стоит. Длительная автономность. Окей, компания Asus, вы пошутили, мы посмеялись. Но всем понятно, что работать от батареи в режиме нагрузки, он будет от силы час. Просмотр видео, полтора-два часа потолок. Тение текста с погашенным экраном, может быть, часа два. И то придется отключать всю красивость, все подсветки. И вас уже с ноутбуком точно не узнают. Поэтому все привлекательности по внешнему виду, все забыли. Этого нет. Тогда может быть часа два с половиной три у вас хватит. Да, из опции есть быстрая зарядка. Это хорошо, но с тобой придется носить кирпич, который весит экран 800. Хотя, с другой стороны, можно использовать как средство от самообороны. Можно метнуть. Длительную автономность компания Asus, видимо, пошутила. Ну, чего не напишешь. Лох не мамонт, лох не вымрет. Вдруг кто-нибудь схавает. Длительная автономность и этот ноутбук. Не, без шансов забыли. Не автономный. Все время забываю хвалить ноутбуки. Даже Asus может похвалить. Несмотря на то, что я к ним отношусь сильно субъективно негативно, да? Да. Гибкая настройка или контрол. Armory Create хорошая утилитка. Все настраивает. Все может удобно. Многим нравится. Рассказывать про нее смысла никакого нет. Нравится Asus? Нравится утилитка? Хотите разбираться? Лезем на сайт, читаем, разбираемся, смотрим проплаченные видео. Там вам расскажут, как там все круто. На самом деле, да, пользоваться можно, работает, но есть нюансы. Еще один забавный момент. Это аксессуары, с которыми могут поставляться ноутбуки. Здесь все очень интересно, но сайт Asus и спецификация это отдельная тема. Это тема для отдельного видео. Сайт, точки зрения маркетинга, отлично, да. Пользователю все нравится, все красиво, цветастое, картиночки, все хорошо. Но спецификации нет вообще. Отсоции почему? Где? Где нормальные спецификации? Где нормальные спецификации? Почему я могу зайти на сайт Lenovo? По портномеру посмотреть, что конкретно за ноутбук, что в комплекте, для какого региона, какие характеристики каждого ноутбука, что точно стоит. Итого, имеем экран Шлезингера. Вроде бы есть, вроде бы нету. Написано по маркировке, не было HDR. Мы тут уже раскатали губу, сообщили клиенту. Клиент радостный, довольный. Да, будет крутой экран. Приезжает, открываем. Ага. Просто. Не было HDR в этом экране. В данной комплектеации не было. Почему? Потому что нету спецификации. Компании сделается что-нибудь со спецификацией. Чтобы можно было хотя бы найти, какой ноутбук, и что в нем четко, конкретно будет стоять. Хорошо, еще ладно. С европейскими ноутбуками все хорошо. Ну, а на российском сайте вообще ничего нет. Я понимаю, что нужно искать ноутбук по региону. Все сложно, да, долго обновляется, да. Но почему-то у Lenovo же получилось, что Lenovo смогли. А вы почему не можете? Вы же подсоценируете, чтобы одни из лучших ноутбуков производится. Сайт сделался хорошим. И тогда будет проще и покупателям, и продавцам, как у него. Продавцы путаются, что вы хотите от покупателя. Покупатель в этом как разберется? Двигаемся дальше. Давай, Asus, давай, Asus. Замучили вы меня комментариями, почему я плохо отношусь к ноутбукам компании Asus. Там, в оригинале, там, давай, мясо, да? Мясо дадим, если его кто-нибудь закажет. Но при его цене и качестве, почему-то что-то запросов на ноутбуки компании MSI нет. Есть запрос на ноутбуки компании Asus, поэтому он сейчас Asus на обзоре. Почему у вас могло сложиться мнение, что мне не нравятся ноутбуки компании Asus, и я жестко их хейчу? Мне не нравится политика отношения самой компании к тому, что они делают в итоге как изделие. Я смотрю не на бренд, не на модели, я смотрю на каждый продукт в отдельности. Допустим, зефирки 16-е, 24-го года. Да, интересный ноутбук, да, интересно сделали, все хорошо. Вот это интересный ноутбук, допустим. Про арты. Интересный ноутбук, но есть косяки. Rockstrix Scar. По сути ноутбук 23-го года, косяков немерено. Их от 23-го года не исправили, один даже ухудшили. Asus догадался заклеить. Что? Заклеить чипсет теплоизолятором. Теперь он с охлаждением только на текстолит, платы и слои металлизации. Круто, 5 баллов. Но чипсет, он же хаб, не сильно греется. Но, с другой стороны, нужно же оставлять мастерам и ремонтникам возможность заработать. Почему я плохо отношусь? Почему я, с вашей стороны, негативно, вы считаете, что я недолюбливаю компанию и с предвзятой к ней отношусь? Мне не нравится система охлаждения. Как по мне, система охлаждения делает этот ноутбук одноразовым. Если его продавать, как, допустим, с Азона, с Алиэкспресса, вы его заказываете, у вас гарантия 14 дней и максимум месяц там. Не, в таком раскладе, да, ноутбук Asus, отлично. Бери, пушка, гонка, ракета вообще, супер. Да. Если на него не нужно давать гарантии. Как по мне, с этой системой охлаждения, с заводскими термоинтерфейсами, это потенциальный смертник. Если не в первый год эксплуатации, то он во второй год 100%, до третьего года не доживет большая половина. И при этом это не только мое мнение. Такого же мнения придерживаются многие медицинские сервисные центры, которые видели систему охлаждения, видели их вживую. И мы все-таки на ремонт не носили. Если вдруг данный ноутбук окажется не просто игровой машинкой, а реально рабочим инструментом, соответственно, срабатыванием денег. Монтажные станции, которые постоянно рендерят 24 на 7. Или просто работают в рабочих задачах. Не просто используются как ноутбук для игр, когда вы играете 5-6 часов, ну 8 максимум в день. А когда ноутбук работает 24 на 7. Вот если ноутбук будет работать 24 на 7 полной нагрузкой, я вам даю гарантию, что год он не проживет. Большая половина ноутбуков, отрабатывающих в таких режимах, не проживут год. И давать на него год гарантии, увы и ах, нет. Я на такой риск пойти не могу. Поэтому я рекомендую брать Lenovo Pro 7, либо 9. Там будет лучше за счет воспалительной камеры или любой ноутбук с воспалительной камерой. Поскольку железо мощное и горячее, а данная система охлаждения, к сожалению, не вытянет. Поэтому брать или не брать Asus, решайте сами. Я свое мнение сказал, а теперь думайте. Живите с этим, как говорится. Знания теперь у вас. Думайте, решайте. Пишите в комментариях, прав или нет. Совсем забыл. То, что вам интересно и то, с чем вам придется сталкиваться. Апгрейды пригодность и Rockstrix Car 18 2024 года. По апгрейду пригодности можно поставить уверенные 8,5 из 10, либо 8. Почему? Два двусторонних SSD накопителя вы не поставите. Максимум удастся только один, поскольку второй над Wi-Fi. По оперативной памяти. На текущий момент комплектации с завода. Две планки по 16, и то год 32. Может быть, две планки по 32, и то год 64. Если возникнет непреодолимое желание, можно поставить хоть две по 48. Такого получится 96 гигов оперативной памяти. И получится отличная рабочая станция. Так, Wi-Fi заменить, да, можно, но помните, что двухсторонний SSD над Wi-Fi поставить нежелательно или не получится. Поэтому при покупке двухстороннего SSD придется примерять. Есть еще один нюанс. Ноутбук же для стриминга, да? Да, а значит, вам нужна веб-камера. Но веб-камера в ноутбуке. Пять шакалов из десяти в лучшем случае. 720p для стриминга точно нет. Хотя, если использовать картинку в картинке, и вы будете вот так вот, то да. Если хотите стримы и хотите свое лицо в кадре, то покупайте нормальную камеру. Хотя, с другой стороны, можно будет из телефона. Сногсшибательный вид. Кому-то сногсшибательный, кому-то не сногсшибательный. Лично мне не сильно нравится. По мне, дизайн, внешний вид, корпус, качество исполнения 6 шакалов из десяти. Почему? Почему? Сейчас поясню. Первое. Что мне жутко не нравится? Клавиатура. Раскрывайся. Либо это у нас такая версия. Но английские буквы нанесены строго по центру. При этом сделана гравировка. Скорее всего, заводским способом. Русские буквы мелкие, не сильно читаемые. Здесь выбор ваш. Кому-то удобно, кому-то неудобно. Далее. Эта перфорация, то, что видно внутренностью ноутбука. Плюс под разными углами, да, сделано красиво. Кажется, что ноутбук слегка пыльный. Такое, по крайней мере, мнение сложилось у нашего оператора-монтажера. Далее, что мне не нравится? Марки корпус. Реально очень марки корпус. Запарить, всего вытирать. Еще один минус. Разъем питания ноутбука. Как по мне, расположены крайне неудачные владельцы и фанаты ноутбука в компании. Asus, пишите в комментариях, как и куда вы деваете кабель питания, куда его, как поворачиваете. Может, даже с фотографией. Пишите в Селегнаме, посмотрим, обсудим. Дальше, что мне жутко не нравится, это днище. Нет, конечно, да. Индивидуальность, да, выделяется красиво. Но скелетная подставка говорит ноутбуку нет. Или ноутбук говорит нет скелетной подставки. Зачем? Сделайте нормальное, ровное днище. Зачем уже так выделяться? Поэтому, 6 шоколов из 10 за корпус. С вами был Владимир, CEO E2Buy. Помните, E2Buy только лучше и только с гарантией. Поэтому я еще раз говорю, задумайтесь, нужен ли вам этот ноутбук. Да, гарантию мы на него предоставим. Но стоить это будет денег с гарантией. 14 дней? Не вопрос. Пушка-гонка вообще ракета с гарантией год. Мы будем думать, сколько это будет стоить. Потому что обеспечивать гарантию на эти ноутбуки, такое себе удовольствие. А то еще вдруг сервисный центр Asus расскажет, что... Ой, а то, что вы залезли в термоинтерфейс и поменяли. И это не гарантийный случай. Угу. Да-да-да. Бумажку официально такую напишите, что это не гарантийный случай. Вот тогда мы посмеемся вместе в голос. А вы такого не напишите. Всем спасибо, что смотрели. С вами был Владимир, CEO E2Buy. Как обычно, ноутбуки заказать у нас. Пишите менеджерам. Привезем, достанем. Привезем. Привезем. Пишите ב�line. Привезем. 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 Продолжение следует...